Так или иначе, но хорошо, что эта история снята не в Амурской школе. У нас снимают другие. В обреки операторов Первого областного канала на этой неделе попало здание Благовещенской пятой школы, окутанное густым дымом. Под звуки сирены в ней проходили масштабные противопожарные учения. Условный пожар вспыхнул в школьной библиотеке. Через семь минут к школе прибыли несколько пожарных расчетов. К этому моменту учителя успели вывезти детей из здания. Прямо у школы был развернут оперативный штаб, из которого проводилось управление спасательной операцией. По сценарию учения в горящем здании потерялись двое детей. Для их спасения пришлось задействовать батуты. Сейчас ведь основа погибает редко от огня, а в принципе от отравления угарными газами. Сейчас, ну, сами понимаете, химия везде, там, столы, стулья, там, ну, все у нас вокруг, все, так сказать, горючее выделяет токсичные газы. Поэтому вот это основа, чтобы быстрее детей эвакуировать и проверить, всех ли, никого не забыли. Те, ради кого проводились, учения стояли в стороне и с интересом наблюдали за происходящим. А несколько школьников после увиденного пообещали стать пожарными. И в продолжении темы пожарные, поисково-спасательные подразделения и лесничество области получили новую технику. Их арсенал пополнили тракторы, пожарные автомобили и машины УАЗ различной модификации. На новую технику и оборудование правительства области в преддверии пожароопасного сезона выделило порядка 200 миллионов рублей. В ближайшее время спасатели получат еще больше техники. Таким образом, практически полностью будет обновлен автотракторный парк, оборудование и экипировка. Правительство также планирует увеличить площади лесничеств. Вместо 18 их будет 13. Это значит, что заработная плата тех, кто непосредственно работает на пожарах, вырастет вдвое. Откуда берутся деньги, как ими управлять и стоит ли вообще этим заниматься? Необычный день знаний в этом году был у студентов экономического факультета АМГУ. Вместо обычной лекции они смогли пообщаться с министром финансов Амурской области. Вера Щербина поделилась с будущими финансистами и экономистами личным профессиональным опытом. Лекцию Амурского министра прослушала и наш корреспондент Кристина Добровольская. В слове субсидия есть слово «Д», буква «Д», субсидия, буква «Д», в слове субвенция буква «Д» нет. Так вот «Д» – это долевое, это с кем-то вместе, субсидия – это вместе с кем-то. Уроки русского от министра финансов, а еще теория бюджета, налогов и программы модернизации. Зам. предправительства Вера Щербина устроила для студентов экономфака второй, эксклюзивный день знаний. Вообще встречи такого рода всегда полезны, особенно для студентов университета. Ожидаю узнать что-то новое о нашей области, чтобы открыли нам глаза на некоторые вещи. У Веры Георгиевны есть преподавательский стаж, и хотя она не работала со студентами уже более пяти лет, навык не забыла. Была возможность оттачивать на правительственных докладах. Вы знаете, нет уже, наверное, давно никакого волнения в силу моей профессии. Очень часто приходится общаться с аудиторией, и мне наоборот даже интересно пообщаться с молодым поколением, выслушать их вопросы, ответить. При каких условиях повышают зарплаты, на что идут бюджетные деньги и кто платит самые высокие налоги? И главное, в каком году Амурская область перестанет быть дотационной? Студенты, казалось бы, действительно должны слушать широко раскрытыми глазами. Но как только настало время для финансовых вопросов, то есть вопросов из зала, в аудитории почему-то установилась тишина. Ну если есть вопросы, давайте я сейчас отвечу, чтобы не было монолога. Пока все понятно, да? О чем молчали третий, четвертый курсы экономфака, осталось неясным. Как и главное, способен ли кто-то из них выполнить главные условия, чтобы стать хорошим специалистом, не говоря уже о должности уровня министра финансов. Я выбрала такую профессию, которая мне никак не дает покоя, и практически были всякие моменты, даже были моменты, когда я заходила из отрасли, из этой. Но это, знаете, это болезнь. Все равно потом возвращаешься, действительно, каждый прикипает к своей профессии. А уже через несколько дней главный амурский финансист Вера Щербина стояла уже не за пюпитром, а на сцене общественно-культурного центра и получала правительственную благодарность в канун праздника 210-летия образования Министерства финансов России. Грамоты и благодарственные письма в День финансиста получили также работники финансовых управлений Ивановского, Сковородинского районов, города Свободного и других. Стоит отметить, что встречали праздник в хорошем настроении. Финансовые показатели области растут. Преамурья постепенно перестает быть дотационным регионом. С начала года доходы области уже насчитывают 50 миллиардов рублей. Рост налоговых поступлений за последние 4 года составил 11 миллиардов рублей. И область тратит все меньше федеральных денег. При этом основным направлением бюджетных расходов по-прежнему остается социальная сфера. В Преамурье будут актене выращивать кукурузу и подсолнечник. Опытные поля в серии ярковцы, засеянные этими культурами, осмотрел губернатор Преамурья Олег Кожемяка. Под посевы предприятие «Агросоюз Дальний Восток» выделило свыше 9 тысяч гектаров земли. Это в 30 раз больше, чем 3 года назад. А в ближайшее время здесь будет запущена первая очередь комплекса для сушки зерна на более чем 60 тысяч тонн. Это первый и пока единственный на Дальнем Востоке подобный комплекс. Он позволяет не только сушить, но и хранить зерно. Принимать урожай в Агросоюзе намерены со всех хозяйств Преамурья. 3 года нужно нам постепенно увеличивать площади. Мы будем этим заниматься, увеличивать объемы подсолнечника, с тем, чтобы потом уже на протяжении 3 лет выверить сорта. Ну и наш народ любит всегда посмотреть, что здесь действительно пошло, что кто-то начал заниматься. Потом, я думаю, что при мерах государственной поддержки активно в этот проект начнут включаться и другие фермеры. На этой неделе губернатор встретился с представителями группы компаний «Русагра». Компания готова прийти в область. В сфере ее интересов сельхозкультуры, выращиваемые в регионе, и в первую очередь кукуруза, подсолнечник и соя. «Русагра» считает, что в Преамурье вообще большое поле для сотрудничества. В планах компании создать в области большой сектор растеневодства, площадью более 150 тысяч гектаров, а на его базе разместить свиноводческое хозяйство с объемом продукции до 120 тысяч тонн мяса в год. Теперь к делам политическим. Эксперты оценили шансы на успех претендентов на губернаторское кресло. Напомню, что главу области мы будем выбирать 14 октября. После того, как избирком отказал в регистрации лидеру правого дела Виктору Черемесину и Сергею Пузикову, выдвинутому республиканской партией, в обойме осталось четверо. Единоросс Олег Кожемяка, коммунист Роман Кобызов, либерал-демократ Иван Абрамов и справедливоросс Дмитрий Жаровский. Именно о шансах на победу этой четверки говорили на этой неделе эксперты организации, занимающихся изучением общественного мнения. Вот выдержки из интервью директора центра «Мониторин» Германа Желебовского, которое он дал газете «МК» на Амуре. Пока говорить о конкретных цифрах рано. Мы только начинаем исследование. Оно выявит лидера и аутсайдера. Сейчас можно сказать, что отрыв в пользу одного из кандидатов, Олега Кожемяка, будет значительным. А вот мнение ведущего специалиста партнерской организации Общероссийского фонда «Общественное мнение по Амурской области» Юрия Магницкого. На сегодняшний день, по нашим данным, самым высоким рейтингом приблизительно 60% обладает действующий губернатор Олег Кожемяка. Неплохие шансы на успех и у других кандидатов. Иван Абрамов представляет популярную при Амуре партию ЛДПР, к тому же является депутатом Госдумы. Роман Кобызов тоже в движении с популярной в области партии КПРФ. Думаю, эти два кандидата вполне могут претендовать на вторую позицию по окончании выборов. Кроме этого, давая комментарии, ряд экспертов сходятся во мнении, что партийная принадлежность при голосовании на его итогах скажется незначительно. Губернаторские выборы – это в первую очередь соревнования имен, персоналей, личностей. Цитируют слова доцента кафедры социологии АМГУ Виктора Проказина газета «Московский комсомолец». На октябрьских выборах губернаторов при Амуре своей двери откроют пять именных участков. Они будут носить имена известных амурчан. Участки появятся в Благовещенске, Тенде, Райчихенске и Зее. А вот в Тамбовке один из участков уже получил имя собственное. Он назван в честь амурского агрария Григория Котенко. Григорий Пантелевич Котенко почти 50 лет руководил колхозом «Партизан». В этом году исполняется 105 лет со дня его рождения. Он единственный из таких крупных людей, кто внес свой достойный вклад в развитие сельскохозяйственного производства. И когда встал вопрос о том, в честь кого назвать и где организовать, было принято решение. Тамбовский район, естественно, и имени Котенко. Именно участок не единственное новшество в Тамбовке. В преддверии выборов губернатора в селе установили первый автоматический комплекс обработки избирательных бюллетеней. Он призван упростить процедуру подсчета голосов на выборах. Амурский педколледж остался без актового зала. На днях пристройку, в которой он располагался, учебное заведение передало во владение Благовещенской епархии. Таким образом восстановлена историческая справедливость и круг замкнулся. До революции здесь был храм. После нее актовый зал и вот снова открыт Божий дом. Теперь в планах церковнослужителей здание отреставрировать. Ольга Даниленко выясняла, что будет в новом старом храме. Вот эти самые стены, вот грибок, который сейчас уже, наверное, очень трудно вывести. И вряд ли его возможно сейчас чем-то замазать или зашелкатурить. Плесенью покрывается единственный дореволюционный храм, который сохранился в области. Почти 70 лет на месте алтаря была сцена актового зала педколледжа. Историческую справедливость все-таки восстановили. Это снова владение православных. Осталось привести здание в божеский вид. Ольга Тур верит, все получится. Ведь храм действительно стоит на необычном месте. Здесь даже цветы не вянут. У них обрезаны корни, они вот такого размера, эти розы. Они без воды стоят и они цветут. Четвертый день сегодня, посмотрите на эти розы. Они расцвели, они из маленьких букетов стали большими цветами. Они не собираются вянуть. Мы думаем, что они еще четыре дня совершенно спокойно простоят. В ноябре храму исполнится 105 лет. К празднику в здании заменят кровлю и все 18 окон. Кстати, четыре из них придется открывать. Они замурованы. На реставрацию каждого из них уйдет около 40 тысяч. Рамы будут, как и прежние, деревянными, с узором. С Урала привезут шесть крестов, а купола уже делают в Благовещенске. Все работы, как говорят в епархии, начались благодаря средствам пожертвователей. Помогают кто чем может – деньгами, материалами или просто своими силами. Не можем называть имена жертвователей до определенного времени. Потому что сами те, которые хотят пожертвовать копеечку на это доброе дело и на это благое дело, они сами просят – вы пока не говорите. Лишний раз тоже, знаете, не хочется делать шумиху. Имена благотворителей появятся на памятной доске после того, как храм полностью отреставрируют. Впереди еще много работы. За всем процессом будет следить Амурское министерство культуры. Несмотря на то, что теперь здание – собственность Благовещенской епархии. Контроль за архитектурным памятником требуется на всех стадиях ремонта. В данном случае контроль начался с момента еще разработки задания на проектирование. То есть задание проектного института уже согласовывается с нами. Туда мы прописываем наши обязательные требования. Ну, как уже звучало здесь, сохранение исторического облика оконных переплетов, дверей, восстановление утраченных элементов, применение современных материалов, но с восстановлением именно исторического облика. На восстановление храма уйдет год. Надо заменить полы, двери, заменить сантехнику и проводку. Также построят звонницу и облагородят территорию вокруг. Кроме того, сюда привезут часть мощей великомученицы Татьяны, которая стала покровительницей всех студентов. Ведь рядом с храмом находятся Дальгао, педагогические и финансовые колледжи. Так что новый старый храм станет студенческим. А то, чтобы его так называть, уже даже получили благословение владыки Лукьяна. Амурские священники осветили парк Дружбы в Благовещенском микрорайоне. По словам генерального директора общественно-культурного центра Надежды Багровой, делается это для того, чтобы уберечь парк от вандалов и для продолжения успешной работы. В следующем году восстановление парка продолжится. В нем появится много нового, обещает в ОКЦ. В первую очередь осветили недавно установленную сцену, после чего священник прошелся по всему парку. Мы хотим, чтобы все здесь было хорошо, чтобы здесь старил мир, доброта. Поэтому мы сегодня парк Дружбы освещаем. В парке предстоит еще много сделать, но уже сегодня он стал излюбленным местом отдыха жителей микрорайона. После 20 лет забвения и передачи его этой весной в ведение ОКЦ, в парке появились мощеные дорожки, скамейки, урны и аттракционы. Одним из самых популярных развлечений у посетителей стало катание на катамаранах по пруду парка. Наша жизнь непрерывно меняется, и хорошо, когда эти изменения к лучшему. А они есть. Надо только посмотреть вокруг. Наш выпуск подошел к концу. Встретимся в следующую субботу и снова поговорим о том, как мы живем. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин